Они громко заявили о себе, сделав настоящее шоу из открытия в прошлом году. И практически сразу стали действительно центром поддержания и не только Анапы. И вот награда нашла героя. Лучший летний проект России. Открытие года. Сразу две победы по итогам самой популярной премии в сфере ресторанной и клубной индустрии в клубе TV Awards. И сегодня в нашей студии арт-директор Бора-Бора, бич-клаб Анапа Сергей Говоронский. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Кто вам попытался составить конкуренцию во время вручения этой награды? И что, собственно говоря, дает эта награда? Вы знаете, эта награда, наверное, не только наша награда, но и награда всей Анапы. Это прежде всего признание города как курорта для всех возрастов, не только детского. И нам приятно осознавать, что мы дали новый толчок восприятий и в развитии Анапы как общероссийского курорта. Мы не конкурируем с другими проектами, потому что у нас проект уникальный. И мы боремся за туристов, чтобы они выбирали Анапу, а не Сочи, Ялту или Геленджик. Сережа, вот давно хотел спросить вас, еще год назад, как появилась идея создания Бора-Бора? Что это? Уже какой-то отработанный где-то формат? Или только вот от А до Я чисто ваша идея? Вы знаете, Бора-Бора это уникальный проект, собранный по крупицам из лучших идей в этой сфере и из лучших идей по всему миру. Главной целью было создать проект уникальный прежде всего для России, но возможно даже для Европы. А в чем секрет успеха? Вот компиляция, понятно, она была успешной, но этого же мало. Вы знаете, скорее всего в том, что мы туда вложили душу и сердце, в том, что мы патриоты Анапы, патриоты своей страны. И мы хотим, чтобы наши туристы отдыхали в нашей стране, в России. И поэтому мы стараемся сделать пребывание у нас максимально качественным и комфортным для всех гостей. То, что это успешный бизнес-проект, никто не спорит. Хотелось бы спросить о другом. Как Бора-Бора планирует участвовать в развитии территории? Что полезного, как собирается помогать анапчанам? Ну, прежде всего это создание большого числа рабочих мест. Это налоговое отчисление в бюджет города. Которое опять же пойдет на богоустройство. Конечно. Это привлечение большого туристического потока со всех регионов страны. Может быть даже Европы в новом сезоне мы хотим замахнуться даже на Казахстан. Что дальше? Вы поделитесь, пожалуйста, планами на будущее. Ну, нами начато строительство нового пятизвездочного отеля. Поскольку уровень отдыхающих в Анапе растет, хочется соответствовать их запросам, чтобы они выбирали Анапу. И я думаю, что новый отель даст возможность вывести город на еще более высокий уровень сервиса и отдыха. Спасибо за этот разговор. Удачи вам. Пожалуйста, всего доброго. Ждем в гости.